Продолжение следует... ...чтобы 90% программ шло на языках Евросоюза. Это предложение отклонили. Ко второму чтению свое предложение подало единство. На сей раз идея разрешить транслировать на неевропейских языках не более 50% каналов. Заставить невозможно. Но если мы никогда такую возможность не дадим, тогда люди никогда не будут смотреть. А если такая возможность будет, тогда вдруг кто-то посмотрит, кому-то понравится, расскажет своими родственниками, своими соседями и будет больше людей смотреть. Изначально эта идея связана со стремлением ограничить влияние российских пропагандистских программ на латвийские умы, чтобы люди меньше смотрели, к примеру, канал Россия, а больше BBC и CNN. Впрочем, кабельные операторы усмотрели в этом попытку ограничения предпринимательской деятельности и пригрозили, что потребуют определить их соответствие с отверстами. Если мы предлагаем абонентам, например, пакет, который состоит из 20 каналов, тогда не имеет значения 90% или 50%, потому что результат будет таким, что по рейтингам нам нужно предлагать своим потребителям каналы, которые популярны. Кроме того, программа «Датели» предлагает операторам не по одному каналу, а целые комплекты. Если же их разбивать, стоимость отдельных каналов может подскочить в разы. Эффект будет обратный, считают специалисты. Минимальные пакеты программ станут дороже более объемных. В этом случае свою аудиторию в Латвии потеряет скорее оппозиционный российский канал «Дождь», чем прокремлевский РТР. Люди в основном смотрят их не из-за пропаганды, а именно из-за этого развлекательного содержания, которое там фактически это самое привлекательное. И в этой ситуации, даже если, скажем, люди до сих пор конкретные каналы не использовали, в связи с языковыми проблемами и так, то чтобы сохранить более дешевую услугу, они начнут смотреть. И тогда, конечно, кроме развлекательного содержания, они получат доступ к этой пропаганде, которая до сих пор их абсолютно не интересовала. Минкульт указал и на возможные проблемы на европейском уровне в случае принятия ограничений. Мы все с на коммуникации с Еврокомиссией и другими экспертами. Мы оговаривали с ними и такую возможность. Нам дали понять, что это будет считаться нарушением директив. Сегодня комиссия по правам человека предложение по ограничениям отклонила. И все же их инициаторы не теряют надежду сбалансировать интересы общества с интересами бизнеса. Однако ясно, что ко второму чтению поправок, которое состоится через неделю, решение найти не успеют. То есть пока никаких ограничений не предвидится. Ян Рубинчик, Марис Юргенссон, Латвийское телевидение.